...сей длине, чтобы он был равномерным, и снова будем наполнять, так как глина, она не любит острых углов и резких переходов. Все делаем аккуратно, постепенно, никуда с вами не торопимся. Удаляется лишнее снизу. Подрезаем. Из поверхности нашего будущего кувшина я также удаляю всю лишнюю глину и влагу, и он становится ровным и гладким. По силуэту. Заужаем, делаем узкое горло. Вытягивается вверх, делается своеобразная шейка и толстый венчик завершения нашего кувшина. Видите, он постоянно меняет свое очертание, и в этом процессе самое главное, что... Как вы думаете? Что? Что самое главное? Остановиться вовремя нужно, поэтому будем заканчивать. Видите, вот тому подтверждение. Удаляется лишняя глина и влага, он уже стал гладким по всей своей длине. Теперь же нам нужно подточить всю лишнюю глину. Можно еще... Поддать. Всю лишнюю глину снизу, сделать ему своеобразную ножку. Теперь же мы только нанесем очень простой геометрический орнамент. Очень древний, символизировал воду, и люди верили. Если есть такой рисунок, то служил он и берегом. Продукты в таком долго не портились. Делаем с вами литочек, чтобы молочко лучше вытекало, и таким вот образом мы его с вами срезаем. Вытираем руки и очень аккуратненько снимаем. Куда несем? В печи. Ни в коем случае. Суши. Это самая распространенная ошибка. Конечно же, наша работа ставится на сушку. Она будет стоять, сохнуть 3-4 дня вот так вот вверх ногами, пока вода из нее вся не испарится естественным путем. Только после этого мы ее сможем поставить в печь на обжиг. Обжиг у нас длится 8-10 часов при температуре 750-800 градусов. При этом наша работа накаляется и начинает светиться, как солнышко. Мы ее берем щипцами и окунаем в ржаную муку, капустный или огуречный рассол. Бурлит, кипит, рисунок сам рисуется. Уникальность этой техники заключается в том, что двух одинаковых рисунков вы не найдете. В такой всегда холодная жидкость, так как в глине много микропор. Вода проступала, испарялась, внутри охлаждалась. В самую жаркую погоду, когда хозяйка носила на поле молоко в аду, оно было холодным. Если же эту работу покрыть пчелиным воском, меняет цвет, выглядит вот так. Если ее понюхать, она пахнет медным прополисом. Возьмите в руку, понюхайте и дайте всем. В воске содержится прополис, все вредные вещества. Он вбирал, а всорбировал. Таких хорошо хранить водку, вино, самогон. Любые жидкости, они будут просто очищаться. Молоко долго не кисло. Это древняя экологически чистая технология, секрет. Соответственно, загибем 63 убитые деревья. Темент, что модное желание и слезает.